В России идет полномасштабная война со свободным интернетом. В год блокируются сотни тысяч сайтов или конкретных страниц. Мы решили разобраться, кто же те злодеи, которые занимаются блокировками, как они это делают и кто им помогает. Технически сегодня в России интернет блокируется с помощью специальных устройств, называемых технические средства противодействия угрозам или сокращенно ТСПУ. Дальше я их и буду так называть. Выглядит ТСПУ как металлическая коробочка, внутри которой отечественный софт и электроника, российская и зарубежная. Отказаться от западных технологий, конечно же, нельзя, так как не все производится в России. Производителем ТСПУ является общество с ограниченной ответственностью rdp.ru, который прячет свой продукт под красивым названием «Экофильтр» и даже постоянно обновляет его модельный ряд. Типичная модель «Экофильтр» выглядит вот так. Эта коробочка со вспомогательным оборудованием устанавливается по закону о суверенном интернете всеми крупными провайдерами России. И после установки она начинает свое черное дело по фильтрации интернета. Придумали это техническое средство противодействия угрозам два молодых бизнесмена, Сергей Никулин и Николай Гузаков, собственно, основатели rdp.ru. Сначала этот продукт задумывался для слежки за пользователями со стороны провайдеров и операторов в коммерческих целях, чтобы продавать им разные дополнительные услуги. Но в администрации президента давно мечтали о тотальном контроле за интернетом. И когда увидели такое замечательное изобретение, сделали бизнесменам предложение, от которого они не смогли отказаться. В 2020 году изобретение и вся компания в целом были проданы государству за 1 миллиард 810 миллионов рублей. И коробочки «Экофильтр» стали основным оружием Кремля по контролю за интернетом. Но давайте вернемся в начало и вспомним. Мы уже выяснили, что для производства ТСПУ используются не только российские, но и зарубежные запчасти. Например, американские процессоры Индон, китайские сервер-руковые и израильские обходные переключатели Силиком. И тут, я думаю, у меня и у вас уже назрел вопрос. Откуда же они берутся, если Россия уже как год находится под санкциями? Ответ прост. Оттуда же откуда и вся санкционка в стране. Параллельный импорт. Помимо швейцарских сыров и французской одежды, в Россию заводятся запчасти техники для блокировки свободного интернета. Таким образом, западные и китайские компании, сами того не зная или зная, помогают Кремлю скрывать от россиян правду о войне. Кстати, в рабочем состоянии экофильтр с дополнительным оборудованием выглядит вот так. Что интересно, сотрудники оператора даже не имеют права к этим стойкам подходить. Их обслуживанием занимается специальная диспетчерская за контролем интернета. Она называется Центр мониторинга управления сетями связи общего доступа. Самостоятельным юридическим лицом Центр не является, а входит в состав главного радиочастотного центра. Вот на его балансе и находятся все ТСПУ в стране. Еще раз, эти шкафчики с ТСПУ управляются из единой диспетчерской, откуда во все ТСПУ страны загружают черные списки, перечни запрещенных сайтов или характерные признаки запрещенной информации. Потенциально в ТСПУ можно загрузить и белый список сайтов, которые одобрены Кремлем, и дать команду пропускать пользователей только на них. Это и есть тот самый рубильник интернета, которым бравируют кремлевские чиновники. Вы спросите, а если нет, то спросите, у кого в руках такая власть? Кто сидит на кнопке? Знакомьтесь, Сергей Хуторцев. Вот он, выступает на конференции и рассказывает очень интересные вещи о так называемом безопасном интернете. А теперь мы с вами понимаем, что это значит. К концу 2023 года Сергей Хуторцев планирует установить еще 1360 ТСПУ по всей стране, и тем самым взять под контроль 100% интернет-трафика России. На закупку техники и программ к ней из бюджета уже выделено не менее 10 миллиардов рублей. Установка новых ТСПУ позволит Кремлю наконец завершить проект рубильника интернета. Интернет. И получить абсолютную власть над доступом информации. Это технологически отбросит Россию на много лет назад, и теперь уже полностью превратит ее в Северную Корею.